Раньше было лучше. Социологи сравнили отношения россиян к советской и нынешней власти. Как выяснил Левада-центр, респонденты считают советскую власть близкой к народу, прочной и справедливой. Нынешнюю российскую власть опрошенные воспринимают как криминальную и бюрократичную. Отношение россиян к власти периода конца 70-х, начала 80-х годов оказалось лучше, чем к современной российской. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Большинство участников опроса, а это 29%, охарактеризовали советскую власть как близкую к народу. Еще 25% как сильную и прочную. Справедливой советскую власть считают 22% респондентов, законной 20%. По данным исследования, нынешнюю российскую власть 41% опрошенных воспринимает как криминальную и коррумпированную. 31% считает ее чужой и далекой от народа, 24% бюрократичной. Еще 15% респондентов сочли современную власть непоследовательной. На эту тему мы решили опросить и о мечей. Образование было бесплатное, медицинское обслуживание было бесплатное. За детей не переживали. А сейчас мы об этом сидим и думаем. Как наши дети доживут до пенсии, как они будут вообще ее зарабатывать. Детям надо за садик платить, за школу платить. Конечно, к советской власти я лучше отношусь. Знаете, вроде бы мало чего было, но в то же время все было. Мне вот 71 год, я отработала на агрегатном заводе, я ему очень благодарна. Там было как-то больше свободы, а здесь как-то нужно все под карандаш, я так думаю. Я, ну так, зарплаты были разные. И вот я, например, человек образования, образование было другое. Тогда было доступное, сейчас менее доступное. Я к советской власти отношусь с глубоким уважением. При советской власти к людям люди относились по-человечески. А сейчас только вот, сейчас вот отношения между людьми вот так вот, вот таким образом. Раньше была культура, сейчас без культурья. И раньше уважали человека, сейчас ни во что не ставят. Так что за что любить нашу власть? Тогда мы все отдыхали, везде пенсия была хорошая, здравоохранение было на высоте. А сейчас в больницу не попадешь, все прочее. И пенсия нефти какая, что только живем на квартплату и на лекарства.